МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мигранты ни при чем. Сергей Меликов поручил ответственным лицам решить вопрос с мусором до 1 мая. Они дали старт благому флешмобу. В селе Султан-Янгий-Юрт подвели итоги масштабного конкурса, совершив утренний намаз вместе с имамом. Владеет ножом не только на кухне, но и на помосте. Дагестанка завоевала золото чемпионата России по афектованию. Подробности в спортивном блоке. Сергей Меликов временно отстранил от работы министра природных ресурсов и экологии Дагестана. Соответствующее заявление глава региона сделал на очередном совещании. Покинуть кресло пока на неопределенный срок Александру Зимино пришлось из-за ситуации с Салтинским водопадом. Напомним, ранее подведомственное министерство дирекции особо охраняемых природных территорий организовало платное посещение объекта. Подразумевалось, что собранные средства пойдут на обустройство местности. Однако сделано было недостаточно. На время отстранения будет проведена проверка. Отсутствие рабочих мигрантов не причина мусорного коллапса. Сергей Меликов опроверг версию сложившейся плачевной ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в Махачкале. По словам главы региона, горы отходов начали накапливаться задолго до событий в Московской области. Причина – прежде всего устаревший автотранспорт, слабая работа МБУ и муниципалитета по сбору платежей за вывоз мусора. Сергей Меликов поручил мэрии столицы, Минприроды и курирующему вице-премьеру до 1 мая навести порядок, принять те меры, которые не допустят повторения мусорного коллапса. 12 многоквартирных домов Дагестана обновятся новыми лифтами. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта республики. На эти цели уже предусмотрено более 115 миллионов рублей. Всего в этом году заменят 35 подъемников. Все смонтированы лифты отечественного производства. Большая их часть произведена в регионе – Гизлярским электроаппаратным заводом. Ежегодно республика наращивает показатели по ремонту домов. Соответственно, и количество обновляемых лифтов также возрастает, отметили в пресс-службе ведомства. В Дагестане волонтеры молодежного крыла Народного фронта продолжают оказывать всестороннюю помощь пожилым и маломобильным гражданам. Накануне они посетили в Махачкале 82-летнюю Хаписат Джамалудинову. Из-за перелома бедра женщина не встает с постели. У нее есть дочь, но она живет отдельно и тоже страдает хроническими заболеваниями, которые не позволяют помогать матери. Волонтеры уже 4 года с начала пандемии коронавируса приходят в гости к пенсионерке. Каждые две недели девушки приносят ей продукты и делают уборку в доме. Спасибо молодежным Народного фронта. Дай Бог вам здоровья. Я очень рада за вас, что вы помогали мне. Помогаете. Более тысячи учащихся 8-11 классов собрались на образовательном эфтаре в Унцепольском районе. Инициатором выступил ДГИ совместно со школой Ватан и гуманитарно-педагогическим колледжем. В таком масштабе мероприятие проводится впервые. Выступление богословов, исполнение нашидов и приятная трапеза. Участников Олимпиад администрация муниципалитета наградила ценными подарками, а руководители образовательных организаций получили памятные призы. То, что сегодня здесь находятся родители и школьники, мы видели, что любая заслуга детей, школьников, она вознаграждается. И директорский корпус, который сегодня здесь сидит, района, они это знают хорошо и проводят вопреки всему свою работу, которая денно и ношно тяжелая работа. Красочное мероприятие с вручением множества подарков состоялось и в селе Султан Янги-Юрт. Там подвели итоги второго этапа конкурса, совершив утренний намаз вместе с имамом. 200 ребят получили новые скоростные велосипеды, квадроцикл, скутер и электросамокат. Это вообще как на скутере. Тебе скутер даже не нужен, брат. Опиши свои эмоции, опиши. Аль-Хамду-Лля, то, что я выиграл. Суат Аллаху. Машалла. Спасибо, я супер хожу за такие прекрасные велики. Вот сейчас люди радуются добру такому. Если бы даже я бы не выиграл, то я не расстрелялся бы, ведь все по воле Аллаха. Также в рамках мероприятия среди участников была проведена жеребьевка семи путевок на Малый Хаджумра. По завершении состоялся коллективный эфтар. И сегодня вашему примеру следуют все районы, все города. Те, которые не начинали, сегодня начали, и у них процесс сорока намазов идет. Все покупают ценные подарки. И это прекрасный пример показали вы. От вас мы переняли это. Огромная баракала. В одну из последних ночей Рамадана жители Кизель-Юрта и Кизель-Юртовского района посетили совместный эфтар. В центральной джимой мечети города более 7 тысяч человек собрались на коллективное разговение, после которого состоялся маджлис богословов. Заместитель Муфтиадагестан Абдулла Салимов посетил мероприятие и выступил с приветственным словом. Почему во время поста мы отказываемся от дозволенного, чтобы эта привычка сохранилась, и ты также остерегался от запретного, но с легкостью, потому что поработал над собой. Вот эту искру, вот эту суть поста нам нужно всем сохранить. И к новостям спорта. Дагестанка Айзанат Муртазаева завоевала золото чемпионата России по фехтованию. Уроженка Хунзахского района стала лучшей на соревнованиях в Пермском крае. В финале она победила Татьяну Гудкову со счетом 15-12. Муртазаевой 22 года. Она родилась в Хунзахе, сейчас живет и тренируется в Москве. Спортсменка была участницей Олимпийских игр в Токио, где остановилась всего в шаге от бронзовой награды. Трое дагестанцев представят сборную России на чемпионате Европы. Тренерский штаб мужской команды огласил состав на сборе в Сочи. Турнир пройдет с 18 по 28 апреля в Белграде. На ринг в столице Сербии выйдут прошлогодние чемпионы мира Шарабудинатаев и Муслим Гаджимагомедов, а также действующий чемпион страны Джамбулат Бижамов. Дети из Белгородской области провели совместную тренировку с воспитанниками спортшколы Минобранауки. Мастер-класс прошел на базе Республиканского центра образования «Солнечный берег». Тренеры-преподаватели Заоргин Жиханов и Нурмагомед Гусейнов провели для ребят занятие, в котором приняли участие все желающие. Наставники подготовили интересную программу. Юные футболисты осваивали новые финты и навыки владения мячом, взаимодействия в команде. Тренировка завершилась товарищеским матчем. Если честно, было круто, было весело. Было против них, кажется, сложновато. То есть они пасовались много, а мы больше всего зашлисялись и атаковали. Понравилось, что в этом лагере присутствует таких много развлечений. Приезжают другие команды по футболу, дают нам мастер-класс. Что-то, может, мы у них научились. Чего мы там не умели многие. Напомним, что Дагестан принял более 500 детей из Белгородской области на оздоровительный отдых. С начала апреля регион также организовал обучение школьников. Знаете, Дагестан, наверное, настолько солнечная и дружелюбная республика, что дети просто в восторге от того, что у них занят день, они не сидят в корпусах, они наконец-то могут на улице с командой, с профессионалами проводить время, потому что, к сожалению, у нас в настоящее время такой возможности нет. Все занятия на дистанционном формате и поле, трава, мяч, ворота и команда, и ребята, которые рядом, сами эмоции, посмотрите. Я думаю, говорить ничего не нужно, все и так видно. Это на самом деле здорово, здорово, потому что помимо творчества, помимо мастер-классов, спорт – это неотъемлемая часть жизни, здоровый образ жизни, это залог всего. Говорю, как учитель физкультуры в целом, поэтому очень здорово, что дети могут иметь такую возможность от такой профессиональной школы получить мастер-класс. Новые знания, привезти их в Белгород, может, потом еще посоревнуемся, когда у нас все наладится. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok